Всем привет, с вами Apple Team. Добро пожаловать на канал и в этом видео мы поговорим на немного специфическую тему. Дело в том, что Apple будет сканировать наши фотографии, которые хранятся на наших устройствах. С одной стороны это безопасность, но с другой стороны это наш контент, который мы храним на наших гаджетах. Поэтому вылезать в него, чтобы это делал кто-то сторонний, ну согласитесь, не хотелось бы. Тем не менее, на Западе полный скандал. Там Apple обвиняют во всех бедах и не понимают, почему они вообще лезут в этот вопрос. Давайте постараемся разобраться, что в этом хорошего, что в этом плохого и стоит ли вообще это делать. Какой принцип работы этого алгоритма и что вообще нас ждет. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал и обои из видео, как всегда, в Телеграме, ссылка на который в описании. Итак, немного фактов об iOS, чтобы вы понимали о чем речь. iOS, я думаю, вы знаете, это одна из самых лучших и защищенных систем, которые на данный момент есть и будут. Дело в том, что iOS шифрует всю информацию, которая есть на устройстве. Таким образом, она никуда не утекает и вытащить с устройства какую-то инфу достаточно проблематичная вещь. Более того, даже мессенджеры, которые у вас установлены, они бы не попали в App Store, не будь там шифрования. То есть, грубо говоря, без шифрования данных в App Store дорога закрыта и Apple такие приложения просто не пропускает. Так информация хранится на устройствах, и, как я уже сказал, никто, третий, не может посмотреть ваш контент, ваши переписки, ваши заметки, фотографии и все, что вы делаете на устройстве. Именно поэтому iPhone является, ну что ли, эталоном защиты на данный момент времени. И я думаю, вы замечали, что политики, люди, которые владеют какой-то информацией, они никогда не используют Android. У них всегда iPhone или самые простые убогие телефоны, но не на Android. Думаю, понятно, iPhone самый защищенный телефон, точка. Нет никаких вопросов по этому вопросу. Теперь мы поговорим об алгоритме отслеживания фотографий и как он устроен. Первое, когда вы открываете камеру, вы делаете фотографию, эта фотка сохраняется в приложении фото, то есть в вашу фотопленку. Если вы хотите, чтобы фотография выгружалась в облако iCloud, то таким образом в настройках вы это включаете, и после делания фотографии или сохранения ее фотопленку, она попадает еще и в iCloud. То есть это, грубо говоря, сервера Apple, которые расставлены по всему миру, и таким образом фотки попадают на все ваши устройства. Если подключен iCloud и у вас много устройств в учетке Apple ID. Именно в iCloud вся фишка. То есть, чтобы вы понимали, нельзя залезть в фотопленку каждого устройства. Это просто технически невозможно сделать, потому что фотки хранятся как бы на самом устройстве, не в учетке Apple ID. Если же фотографии хранятся в облаке, то есть в iCloud, чисто технически через сервер запустить алгоритм, чтобы он отслеживал фотографии в iCloud, это делается без проблем. Таким образом, есть понимание, что работать это будет только с облаком. Поэтому, если у вас есть контент в облаке, а по статистике почти все люди используют iCloud для хранения фотографий или любого другого контента, то, чтобы вопросов в будущем не было, зайдите в облако, посмотрите, что у вас там есть по фотографиям, ну и, конечно, почистите контент. Я ни в коем случае никого не оправдываю, но, тем не менее, чтобы вопросов не было, лучше это сделать сейчас. Получается, iCloud, iOS 15, которая будет выпущена в сентябре этого года, все это заработает вместе, алгоритм запустится и будет трекать фотографии. Почему я говорю алгоритм? Да потому что это будет делать не человек. Просто представьте, какой нужен офис и сколько нужно людей, чтобы рыться в каждом облаке, который только есть у Apple. Именно поэтому искусственный интеллект это будет все делать, некий алгоритм, который разрабатывает Apple на предмет отслеживания вредоносных фото. Что имеется в виду под вредоносными фото? Это фотографии, на которых есть детская порнография, какие-то опасные действия и прочая-прочая лабуда, которая есть в политике конфиденциальности каждого сервиса, которым вы пользуетесь. Извращенцы, больные люди или просто странные элементы общества, таких очень много, к сожалению, и вот эти фотографии, просто представьте, сколько контента вылезет. Но не все так однозначно, то есть кажется, что это плохо, кажется, это и звучит плохо на самом-то деле, но нет, просто теперь слушайте, что будет дальше. Когда алгоритм распознает такие фотографии, он должен их распознать на устройстве в учетке больше 30 штук. В этом случае, если там реально больше 30 фотографий, учетка переходит уже модератору, то есть человеку, который сидит в Apple. Он не видит весь контент, он видит только те фотографии, которые искусственный интеллект распознал как подозрительные. Если там реально все плохо, этот модератор передает информацию уже соответствующим органам, с вами связываются, а там уже добрый день, добрый вечер, вы приехали, пройдите, садитесь в срок, все что угодно дальше может быть. То есть вот теперь после этой информации, как вы относитесь к тому, что Apple будет трекать информацию? Пишите ваше мнение в комментариях, будет интересно с вами пообщаться на эту тему. Если вы сейчас думаете, так, типа, легко пропетляю, какая там моя информация есть в учетке и вот это вот все дело. Ну, во-первых, наверное, вам стоит отписаться от канала, потому что вы тупо моральный урод, если у вас такие фотографии есть. И второй вопрос, ну, алло, когда вы делаете учетку, вы заполняете всю информацию, вплоть до телефона и адреса. iMessage активируется по номеру телефона. Если вы еще и банковскую карту прикрепили к Apple ID, там даже ваша информация по адресу есть. То есть вся эта инфа есть у Apple. Если у вас такие фотографии есть, то Apple легко это все передаст. Другой вопрос, когда это будет работать в наших странах, только в этом случае Apple это все передаст. Но не беспокойтесь, передать информацию у вас очень легко, потому что она уже и так вся есть у Apple. После этого рассказа у нас с вами должно быть понимание. Мы теперь знаем, что это такое, как это работает и зачем это сделано. Теперь главные плюсы и минусы этого всего. И начнем, наверное, мы с минусов. Первый из них, все фотографии отслеживаться будут в iCloud. Абсолютно все пройдут через искусственный интеллект. Это наши с вами фотографии, поэтому немного обидно, согласен. Второй минус, искусственный интеллект не застрахован от ошибок. И сходу идет третий минус, если что-то там не так распознается. Ваши фотки, может быть даже приватного характера, но ваши, они пройдут через руки уже человека, модератора в среде Apple. Четвертый минус, это на Apple будут поданы огромное количество исков в суды. Чтобы обработать эти иски и как-то с ними бороться, нужны деньги. Более того, в мире все дорожает, поэтому не удивлен, если подорожает и техника Apple. Пятый минус, неготовность общества. То есть люди сейчас просто говорят, Apple, кто вас вообще в это втянул и кто вас вообще просил этим заниматься. Тяжело поверить, но это инициатива Apple на самом-то деле. То есть люди этого не хотели, никто Тиму Куку письма не писал, они там сами это придумали. И последний шестой минус, на мой взгляд, это минус на перспективу. То есть грубо говоря, если сейчас это все прокатит, если это заработает, то в будущем Apple скажет, да ну типа это ж прокатило, прокатит и еще что-то. И дальше начнут сжимать вот это кольцо. Таким образом, мы не защищены в будущем от действий больших корпораций. То есть это как бы первый шаг. Теперь плюсы всего этого действия. Первый касается детей, и он влияет на их безопасность. Как вы знаете, в iMessage переписывается огромное количество детей с родителями, но не только родители пишут детям. Это могут быть люди, которые скидывают, ну сами понимаете, какие фотографии. И зачастую, если у вас включено это в настройках, фотки сразу сохраняются в фотопленку, а туда идут в iCloud. Таким образом, человека, который скинул вот это все дело, легко отследить. И грубо говоря, если он реально там что-то скидывает, то у него в iCloud хранится огромное количество фотографий подобного характера. Так получается, что Apple это все отследит, передаст информацию, ну и минус какой-то моральный урод. Второй плюс, согласитесь, общество немного почистится. Если это будет работать нормально и в полную катушку, люди эти вылезут наружу, они вылезут в мире Apple, а Apple уже сделает все, чтобы эти люди, ну, понесли какую-то ответственность. Таким образом, общество почистится, и человек будет думать о том, что все-таки он сохраняет или, блин, фотографирует. Третий плюс, это сам факт того, что это будет делать искусственный интеллект. То есть чисто технически невозможно это сделать там одному человеку или сотне человек. Для этого нужен большой человеческий ресурс. Поэтому искусственный интеллект это определенный плюс. И даже тот порог, который есть в 30 фотографий, это также плюс. Потому что не все фотографии распознаются четко. Будут ошибки, поэтому именно столько фотографий нужно распознать. 30 или больше. Тогда эта информация будет передана уже человеку, который более рассудительный, чем искусственный интеллект на данный момент времени. И, соответственно, примет нужные решения. Последний плюс лично для меня, вы можете с этим согласиться или нет. Несмотря на то, что Apple это большая корпорация, которая заточена исключительно на получение прибыли, все равно есть какое-то ощущение, что делается что-то и для людей. То есть для безопасности людей, для безопасности общества, чтобы в обществе было все в порядке. В конечном итоге, если все выйдет из-под контроля, всегда можно отказаться от iPhone и уйти куда-то в другое место. Если люди перестанут покупать iOS, технику, iPhone, iPad и так далее, то у Apple просто сократится прибыль. Они поймут, что пошли не так, ну и просто исправят то, что сделали, или просто захлопнутся, как в свое время это сделала Nokia. По другим причинам, но все же. По итогу, мое мнение, в современном мире это не будет лишним. Те плюсы, которые есть, они превосходят минусы, на мой взгляд. Если вы с этим не согласны, пишите в комментариях. Дело в том, что современное общество и современный мир, он расширяется и движется такими большими шагами, что такое, в принципе, должно было появляться уже очень давно. Людей становится больше, люди как-то сходят с ума по-своему, и, соответственно, как бы мир нуждается в чистке. Как бы это странно ни звучало, но да, так и должно быть. Вы, ребят, пишите ваше мнение в комментариях. Что вы об этом думаете? Есть ли у вас какие-то страхи? Вы боитесь, там, возможно, чего-то? Попробую вам объяснить еще раз это в комментариях, чтобы мы пришли к какому-то логическому завершению, и каждый для себя поставил точку по этому вопросу. Еще раз, мне кажется, это нормально. То есть, Apple ничего плохого не делает. Все направлено на защиту нас, вами и наших повседневных дел, жизни и, в принципе, быта. Так что, пишите ваше мнение в комментах, поддержите видео пальцем вверх, мне будет приятно увидеть вашу поддержку. Также подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok